Девушки отдыхают Спокойно, дружище Этому всему должно быть имя Тупик, сэр Тупик Мы здесь сейчас можем сдохнуть Против вас я ничего не имею, Рикетт А вот Янки, да Он вам ничего не сделал, Мюллер Хорошего он мне тоже не сделал Пойдем, выйдем Победителю достанется все Победитель возьмет то, что захочет сам Другой человек будет не в том состоянии для спора Санчес будет моим секундантом Как хочешь, немчик Как хочешь Пошли со мной, Джон Хочу убедиться, что ты знаешь, что к чему В дуэли главное вовремя реагировать Вытянешь пушку слишком рано Будешь менее точен Как только выхватил оружие, стреляй внимательно, как я тебя учил После того, как ты прицелишься, мой друг Остальное в руках судьбы Выходи, Янки, я занятой человек Только он выхватит пушку Стреляй Никто не имеет права красть у меня Особенно Янки Старина Мюллер всегда рано вскрывал свои карты Пойдем Мы заслужили выпивку Думаю, мистер Мюллера платит Ваше здоровье Ты? Ты тот, кого зовут Марстон, да? Ты нравится убивать? Смотри, я перерезать ей горло Хорошие у вас тут друзья, мистер Риггинс Мы драться сейчас Смотри, не промажь, партнер Не может быть О, Бог, я могу спокойно выпить Давай, гасите их ублюдков Ну теперь-то точно можно сказать, что игра в покер окончена Должен заметить Вы, туристы Определенно приносите мир процветания этой земле Хотя я сомневаюсь, что за Мюллером будут скучать Ну да Игрок в покер из него херовый Эй, гринго Мистер Риккетс Иди сюда Садись и налей себе выпить Хорошо Скажи, есть что-нибудь, Аксавьерия Сквелла? Нет, ничего нет Скажи, зачем он тебе? Мы старые друзья Мы как бы учились вместе Так что это типа встреча выпускников? Похоже на то Вот ты Убивая людей, прожил жизнь Ну это да И я пытаюсь остановиться То есть я не знаю Я стараюсь все делать правильно Я делал Я оставил банду После того, как банда бросила меня Бросила меня подыхать подстрелянного Они бы все точно свихнулись Наш старый лидер Дружище Ты, наверное, слышал о нем В любом случае Он более или менее потерял свой разум Пошел и перестрелял кучу народу просто так Меня подстрелили во время грабежа Они бросили меня Я бросил их Ну так обычно и бывает Потом меня нашла женщина Взяла на ферму И я нашел себе еще больше неприятностей Конечно Я был послан разыскать людей С которыми был Найти и перестрелить Ну если не ты, то кто-то другой От этого не убежать Посмотри на меня Я 25 лет убивал людей Взгляни на меня теперь Сижу тут Дешевый недомессия Мы ископаемые Давай, наливай еще выпивки И продолжим упиваться Жалостью к самим себе Это хороший план Твое здоровье Мистер Рикетс Мистер Рикетс Слава Господу Я нашла вас И вас, мистер Марстон Луиза, сядь Что с тобой? Я в порядке, сэр Но Оленде посылает людей на смерть Еще не отсужденных пленников Известного писателя Кастильо И местного чиновника Чьими единственным преступлением было то Что он не выгнал мелких собственников на улицу Когда они опоздали с выплатой налогов Писатель и правительственный чиновник В этот раз я согласен с Оленде Некоторых людей просто нужно убивать Мистер Рикетс Шучу Где они? Недалеко от Эскалеры Ну да ладно Продолжим упиваться жалостью к себе Чуть позже А пока поедем и пристрелим нескольких плохих парней Спасибо вам Вам обоим Ладно Мы поехали Как только будешь готов, партнер Луизу все трясло Она злится Эта война становится грязнее с каждым днем Людей казнят только за их мнение У Оленда становится больше врагов с каждым днем Ты должен знать Хоть от слухи, что ты везде заводишь себе новых друзей Я не обращаю внимания на слухи Просто будь осторожнее, Джон Прыгая с одной стороны забора на другую Ты можешь на него наколоться Мне нужно найти этих двоих Со всем уважением Как я это сделаю, тебя не касается Сбавь свой тон, партнер Помни, с кем говоришь Как же такое забыть? Кто же ты, Джон Марст? Крыса, которая берет из каждой дающей руки Мое имя кое-что значит И все, что ты сделал, это убил нескольких крестьян И как настоящий преступник Ты берешь то, что плохо лежит Это плохая привычка А теперь я прошу вас сбавить тон, мистер Рикет Все, что я хочу сказать Может быть, есть причина По которой люди вокруг не хотят что-либо говорить Ты, должно быть, скучаешь по своей семье Это единственная вещь, которая заставляет меня жить дальше Ты немного напоминаешь мне себя самого Каким я был Упрямый и злой Ты не так уж и поменялся Я всегда думал, что жил очарованной жизнью Видишь? Повозка с заключенными Должно быть, это они Ты ведь не собираешься убить невинных людей сейчас? Быстрее! Нам нужно перегнать этот экипаж в Америку Быстрее! Пей Северно! Угу! 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 Угу sarciąдку! Угу! Угу! Он же интересен Das! КОНЕЦ Мы в безопасности. Я знаю, что ты еще сомневаешься, ввязываться ли дальше. Было приятно с вами прокатиться, мистер Рикетс. С тобой тоже. Возьмешь меня обратно в другой раз. Поговори с Луизой. Она поможет тебе. И у нее есть хорошие связи с этой стороной. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь, Марстон. Ты знаешь, что я ищу. Как скажешь, Марстон. Как скажешь. Мистер Марстон. Поехали с нами. Нас предали. Что случилось? Нет времени объяснять. Поехали с нами. А потом мы найдем людей, которые ты ищешь. Поехали. Мои люди уже ждут нас. Поехали. К чему спешка, Десанта? Куда мы едем? Повстанцы взяли под свой контроль заброшенную крепость на той стороне Нуэво Парисо. Много людей. Мы не можем позволить им там закрепиться. Полковник дал мне приказ. Какой? Убить их всех. Мне стоило догадаться. Оставим лошадей здесь. Ты пойдешь со мной. Люди капитана Эспиноза уже там. Мы должны добраться до него, пока он не надел глупостей. Будьте бдительны. Что-то здесь не так. Это засада. Прикрой нас. Позади нас. Убей этих ублюдков. Теперь давай посмотрим, что этот идиот Эспиноза здесь натворил. Это тот сумасшедший капитан из Тесора Азул? Это он спланировал эти атаки? Спланировал? Эспиноза вообще ничего не планировал. А я думал, ваш ранг одинаковый. Он как злая собака, сбежавшая с поводка. Вот и все. Я здесь главный. За мной. Мы оставим повозку здесь. Марстон, пошли. Не обращай внимания на эту глупую собаку. Ебало закрой, мальчик на побегушках. Эй, гринго. Возьми эту снайперскую винтовку. Мои люди прикроют нас. Мои люди прикроют нас. Они прорываются. Мы должны удержать позицию. Мои люди прикроют нас. Это over! Ты слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне нужна информация, Десанта Все в свое время Мои люди и я закончат свою работу И мы вернемся назад, в эскалеру В следующий раз Когда я тебя увижу Мне понадобятся ответы, капитан Иди выпей! Возьми женщину! Наслаждайся жизнью! И это будет красивая борьба! Моя семья не забыть вас! Простите за мой английский Что происходит? Великие и вместе с тем ужасные вещи Грядет революция! Страна будет в смятении еще раз, надеюсь Последний раз! И что это значит? С Абраханом Рейсом нет ничего невозможного Куда отправляется твоя семья? Мои родители и мой брат отправляются в горы Моя сестра должна бежать Армия не щадит женщин А ты? Не волнуйтесь обо мне, мистер Марстон Мое имя войдет в историю Я не боюсь умереть Ваше благородство почти затрагивает вашу наивность Я бы предпочитал умереть, чем быть такой же циничный, как вы, мистер Марстон Я тоже Я знаю, вам это не нравится Вы спасли меня Мистер Марстон, могу я попросить вас еще об одной просьбе? Не могли бы вы отвезти мою сестру в доки? Мы отправим ее работать на одного хорошего человека В Юкатане Окей, помогу, чем смогу Лодка уплывает на закате Миранда, вперед! Эмилио работает водителем Возьму его дилижанс Поехали, пока я не передумала Что им нужно? Документы в порядке Не о чем волноваться Вон он! Мы сможем сделать это! Смотри, они все еще там! Спасибо вам! Мы успели вовремя! Спасибо вам за все! Надеюсь, мы еще увидимся, когда я вернусь! Вряд ли! Я не планирую оставаться здесь надолго! Ну что ж, может быть в другой жизни! Может быть! Тебе нужно идти! Береги себя! Я не знаю, что это будет! Я не знаю! Я не знаю, что я не знаю! Я не знаю! Что здесь происходит, капитан Десанта? Просто небольшой набор новобранцев. В этом нет ничего, из-за чего тебе бы стоило беспокоиться. Я смотрю, вы используете женщин как солдат. Наш выбор, это не ваше дело. Видимо, нет. Эти два патриота очень стремились с нами познакомиться, полковник. Фантастика. Люблю патриота. Эй, сеньор Марстон, приехал воевать? Ну, по крайней мере, патриота у тебя есть. Надеюсь так. Они еще что-нибудь сказали? Ах, да. Слышал, они были с Рейсом. Хотел с тобой поговорить. Десанта, скажи ему, чего я хотел, а? Его превосходительство, эль-полковник, хотел бы нанять тебя за сопровождение поезда в мятежные земли. Работа опасная, но слова обеспечены. Еще один патриот. Зная, что ты служил Мексике в ее борьбе против сил, которые бы уничтожили нашу страну, сколько ты предлагаешь? 20 тысяч песо и информация о приблизительном местонахождении Ксавьера Эскуэлы. Тогда хорошо. Мексика любит вас, мистер Марстон. У нее забавный способ демонстрировать это. Быстрее! Нам нужно уходить. Похоже, ты и я снова вместе, Гринго. Боюсь, у нас с тобой ничего не получится. Я женат. Что ты имеешь в виду? Так приятно увидеть столь доблестного патриота за работой. Твой сарказм детский и жалкий. Это важное задание. Нам приказано доставить это снаряжение в Чупоросу. Они наконец-то помогут разбить повстанцев. Не хотелось бы вас расстраивать, капитан. Но думаю, вам понадобится намного больше таких. Я знаю, большая часть снаряжения уже в Чупоросе. Мы доставим их всех при помощи поезда на нашу базу в Диес Коронес. Почему до Санта не пошел с нами? А ты как думаешь? Вряд ли его назовешь солдатом. У него есть дела поважнее. Посылать письма. Подметать полы. Флиртовать с барменом. Он бился с тобой под Таркимадой. Ты защищаешь жалкого мальчика на побегушках? Я его еще в бою ни разу не видел. Без меня мы бы проиграли битву. Он вообще ничего не знает о командовании. Тем не менее, он заместитель полковника. Хорошая шутка. Забавный ты человек, Гринго. Диесанта лижет ему задницу и играет с его другом. И все. Я для Аленды. Бразу де Ренчо. Правая рука. Я из тех немногих, кого он уважает. Правда? У вас двоих нечто особенное? Полковнику нужна служанка. Женщина. Которую нельзя трахать. Диесанта такая женщина. Под Таркимадой было жарко. Тебе не кажется, что слишком тихо? Я не знаю. Это ты скажи мне. Мы еще не видели ни одного повстанца. Я бы сказал, что это хорошо. Не так ли? Это засада. Открыть огонь. Думаю, это все. Еще бы чуть-чуть, но и не знаю. Как-то мне не по себе. На нашем пути экспорт поезда через занятые мятежникам земли. Попахивает засадой. Я знаю, что раньше их не видел. Они новобранцы. В эскалере люди говорят о мятежниках, планирующих большую атаку. Если эти поставки так важны, то почему выделили так мало солдат? Не спрашивай меня. Ты капитан. Я думал, ты должен быть бесстрашным. Я бесстрашный. Но не безмозглый. Тут что-то не так. Я чувствую это. Может быть, ты просто в туалет хочешь или что-то типа того? Полковник сказал мне, что Десанта хвалил мои действия на Торквимада. Повстанцы. Их еще больше. Над нами. Это наш поезд. Да. Кажется, даже по расписаниям. Ну, хоть что-то у нас идет по плану. Согласен. Мы не очень хорошо начали. Ты неплохо стреляешь, Янки. Скажи мне кое-что. Какое ты оружие предпочитаешь? Мы уже рядом с Чупоросой. У меня все еще плохое предчувствие насчет этого. Ответь мне. Почему ты здесь? Что они пообещали тебе? 20 тысяч песо и к Савьеру Эсквеллу. Это много обещаний. Знаешь, где находится Эсквелла? Ты думаешь, я скажу тебе? До того, как ты выполнишь свое обязательство. Держи меня за идиота. Я не давал тебе причин не доверять мне. Пойми, наши подозрения не беспочвены. Многие американские наемники приезжают сюда, чтобы помочь мятежникам. Весьма странно, что ты вдруг решил помочь армии. Я не помогаю вам. Сколько еще раз можно повторять? Называй это как хочешь, Гринга. У нас взаимовыгодное сотрудничество. Что-то я пока не видел выгоды. Абрахам Рейл стратит все силы и средства на наем собственной маленькой армии. Его пропаганда повсюду. Он обещает женщин, золото. Конечно, все бегут к нему. Деньги и шанс отхватить долю в чужом бизнесе. Какой американец откажется? Наконец-таки мы на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я не думаю, что мы видели последних мятежников. Новобранцы такого бы боя не выдержали. Вставай за пулемет. Капитан, я здесь не солдат. Нервируй меня, Гринга. Делай, что говорят. Давай, смотри в оба. Занять позиции, живо. Надеюсь, умеешь пользоваться этой штукой. Не так это сложно. Целишься и нажимаешь на курок. О боже. Мы все умрем. Не беспокойтесь, капитан. Я уже пользовался такой раньше. Для холоднокровного убийцы вы слишком тревожный сукин сын, вам не кажется? Мы попали в засаду, а наша команда состоит из новобранцев и двух человек, которых Десанты ненавидит больше всего. Думаю, у меня есть права для тревоги. Да я и не ожидал для себя милого пикника на курорте. Мы беспокоимся об этом позже. Ты должен сдержать их. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Думаю, это были последние повстанцы. Нам осталось немного. Базовый лагерь находится прямо на вершине этого холма. Это было безумие. Ты хорошо справился, компадре. Очень хорошо. Что бы Элэнда не пообещал тебе, взамен ты этого заслуживаешь. Я не думаю, что Десанты ожидают нашего возвращения после этого. Ты хочешь убить его или это сделать мне? Нет. Пока я не найду Искуэлу, он мне больше пригодится живым. Вот мы и здесь. Слава Богу. Нам повезло, что мы еще живы. Отправляйся в лагерь. Командир наверняка захочет поговорить с тобой. Синьор Марстон, спасибо вам за помощь. Сопровождение прошло успешно. По крайней мере, некоторые из ваших мужчин выжили. Я не думал, что выживу. Всю свою жизнь мечтал о славной смерти. Эти социалистические свиньи не должны победить. О, мистер Марстон! Мистер Марстон! Что случилось с Луизой? Я плачу не за себя, а за всю страну. Аврам Рейс был схвачен. Как? Он приезжал встретить меня в Рока Мадера. Там очень романтично. Это была прекрасная ночь. Но патрулю удалось заманить его в засаду. Моё сердце разбито. А я переживаю за Мексику. Где его держат? Эль Президио. Вы знаете, в душе мы уже женаты. Но его семья не одобряет. А как иначе? Я ведь недалеко ушла от крестьянской девки. Но вот что делает Авраама Рейса тем, кто он есть. Человеком. Его не волнует буржуа, снобизм, элитизм. Он видит во мне настоящую женщину. Я уверен. Я попытаюсь спасти его. Или умру пытаясь. Воу, стоп. Я не думаю, что это такая уж хорошая идея. Пойдём со мной в тюрьму и выясним, как спасти его. Мистер Марстон. Вы настоящий друг этой земли. Не все об этом говорят. Мистер Марстон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok